X5 Tech Future Night X5 Tech Future Night X5 Tech Future Night X5 Tech Future Night журналистом Михаилом Зыгарем и разговор о бизнесе в эпоху прорывных технологий. А в финале деловой части мы подготовили еще одну бизнес-дискуссию о естественном отборе в эпоху дезрапта. Новый формат на мероприятии – открытое интервью о технологиях, которые меняют жизнь. Далее – яркий финал этого насыщенного дня – выступление Термейтс. Итак, X5 Tech Future Night официально открыто! Наша программа начинается. Давайте обсудим, какой будет наша новая технологическая реальность, как крупным игрокам развивать бизнес и позиционирование и делать это быстрее конкурентов, в какие именно цифровые технологии инвестировать, как выстраивать успешную экосистему. У наших экспертов есть ответы на эти вопросы, поэтому я с удовольствием передаю слово модераторам параллельных сессий, исполнительному директору Ассоциации Больших Данных Алексею Нейману, и директору по инновациям X5 Group Ивану Мельнику. Я снова приветствую всех, кто присоединился к X5 Tech Future Night. Мы продолжаем. Я приглашаю на сцену писателя и журналиста Михаила Зыгаря. Спасибо. Мы переходим к следующей теме нашего мероприятия. Сегодня о естественном отборе в эпоху Дизрапта. Поговорим с экспертами. Эксперты X5 Tech Future Night обсудят, где системным компаниям искать новые точки роста и ниши рынка, а также поделятся идеями о том, какие инновации стоит ожидать или создавать. Я передаю слово модератору делового разговора, директору по стратегии и развитию бизнеса, члену управления X5 Group Владимиру Солохуддинову. И пока у нас выставляется сетап, давайте вспомним, о чем же были первые наши две сессии, первые два раунда, на которых часть из вас присутствовали. И если вы помните, Дмитрий Калаев и Иван Мельник выяснили, что кризиса идей у нас нет, что идеи появляются уже чуть ли не с детского сада, ну, по крайней мере, со школы. То есть мы с вами увидели и провели такую пунктирную линию, о которой говорил Михаил Зыгарь, и что технологии повлияли, в том числе и на институты образования. Ну и, конечно, как запускать пилоты, где искать людей, которые принимают решения в корпорациях. Вот об этом всем мы сейчас поговорим, и я с удовольствием передаю слово Владимиру Солохуддинову. Коллеги, меня слышно? Коллеги, спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания. Спасибо. Спасибо за интересную дискуссию. Мы все ближе к финалу бизнес-части. Стартапы сегодня вполне способны конкурировать с акулами бизнеса. Нестандартные подходы и поразительные идеи, которые становятся основой бизнеса, могут быть трамплином для развития. Но без убежденности каждого человека в правильности выбранной цели, без личной ответственности не была бы одержана ни одна победа, и команда не добилась бы успеха. Как придумать идею стартапа? Как ее реализовать? Почему она будет успешна? Прямо сейчас в студии открытое интервью журналиста и видеоблогера, ведущего YouTube-шоу, еще не поздно, Николая Солодникова. Николай, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!